Здравствуйте дорогие друзья, подписчики и подписчицы, случайные зрители, если вы еще не подписались на наш канал, обязательно подпишитесь в этом видео, вы увидите раз овощоких неразлучников и мы поговорим о кормлении этих замечательных чейс. Частично о содержании неразлучников мы говорили в прошлом видео с масковыми неразлучниками, если вы пропустили, обязательно посмотрите его, для более полной картины и представления о том, как ухаживать за этими птицами. Кормление является одним из важнейших этапов в уходе и очень сильно влияет на здоровье и долголетие питомца. Обмен веществ у неразлучников, как и у других птиц, происходит очень быстро. Буквально за 2-3 часа пища полностью переваривается и усваивается. Это происходит из-за высокой способности желудочного сока и ферментов расщеплять пищу. Благодаря этому у птиц средняя температура тела от 38 до 42 градусов. Полноценный корм для неразлучников включают в себя белки, углеводы, жиры, а также витамины и минералы. Каждый заводчик логически понимает, что в живой природе неразлучники едят не какой-то один вид семян или зерен, а разные, но в любом случае основной пищей являются зерновые культуры. При этом важно, чтобы зерна были различной степени зрелости. Это благоприятно влияет на организм, пищеварительную систему и вкусовые предпочтения. Как правило, заводчики в большинстве своем дают только покупные смеси. О этих смесях мы еще поговорим, а сейчас заострим внимание на пророченных зернах. Для этого необходимо промыть горстку пшеницы и залить на 10 часов водой. После этого выложите зерна на влажную тряпочку и оставьте еще на 10 часов. Желательно, чтобы температура воздуха была не меньше 20 градусов. После того, как зернышки прорастут, их смешивают с сонным рационом или понемногу добавляют в кормушку. Иногда проращивают ячмень. В целом разницы никакой нет. Жирные орехи, маслянистые семена, например подсолнуха, необходимо очень сильно ограничивать. Неразлучники их очень любят, однако они приносят только вред. Если вы и даете орехи или семена, следите за порциями. Важно, чтобы они не превысили 10% отсуточной нормы рациона. Добавляйте в рацион молочной каши. Это отличный источник кальция, как и творог. Однако желательно, чтобы творог был зернистым и обязательно проверяйте, чтобы он не был кислым. Очень полезно давать вареные яйца в смятку. Перед подачей яичко измельчают. Ну и куда же неразлучникам без растительной пищи. Собранные свежие травы и излюбленное лакомство этих птиц. Листья подорожника, крапивы, одуванчиков и так далее. Перед подачей обязательно промойте. Такую зелень можно замораживать небольшими порциями для долгой и холодной зимы. Ограничивать в поедании зелени птичек не нужно. Стручки с семенами подорожника можно также заготавливать на зиму. Субтитры подогнал «Симон» Можно делать салаты и зелень и яичко, или подавать с овощами. Из влажной растительной пищи хорошо подойдут морковь и свекла, порезанные небольшими кусочками или вовсе натертые на терку. Огурцы и помидоры. Желательно не супермаркета, а сдач и огородов. Листья салата, капусты, брокколи. Хорошо поедают тыкву, дыню и арбуз. Лакомятся всеми различными ягодами. Вишни, черешни, абрикосы и персики – все можно включить в рацион. Не откажутся от киви, бананов и ананасов. Также дают яблоки, однако не забывайте убирать косточки. Давая такие вкусняшки, важно следить за их свежестью. Раз в неделю можно дать немного вареного картофеля. Зимой можно порадовать неразлучника спелой рябиной. Не забывайте и о так называемых погрызушках. У птицы растут когти и клюв всегда, как у нас ногти. Клюв необходимо стачивать, тем более, если вы выпускаете время от времени полетать птичку по комнате. Если этого не делать, то готовьтесь к тому, что вся комната будет погрызана. Птичка в этом не виновата. Природный инстинкт выживания. Птичке неудобно есть длинным клювом и тем более ухаживать за своим оперением. Для стачивания клюва в клетке всегда должно быть что-то для этого предназначенное. Это может быть меловой камень, панцирь каракатицы, минеральный камень, лакомство на палочках, различные толщины ветки, лиственных деревьев, деревянные или минеральные жердочки и предназначенные для этих целей игрушки. Если клюв не сточится, его необходимо подрезать вручную. Как уже говорил выше, основным кормом для неразлучников являются зерновые смеси. Идеальным вариантом будет изготовление смеси самим. Так вы точно сможете оценить каждое зернышко. Промыть, просеять, создать. Идеальный комплекс это актуально для питомников и разводчиков. То есть для тех, кто может себе позволить тратить много времени на птиц. Однако реальность такова, что мы экономим время, покупаем в зоомагазинах уже готовую зерновую смесь. Но даже если это так, обязательно после скрытия упаковки посмотрите на зерна. Нет ли плесени, жучков и личинок. Понюхайте, нет ли затлого запаха. Если корм неудовлетворительный, несите его на возврат. Помните, что брак на производстве возможен всегда. Неважно, какого класса корм и за какую цену он вам обошелся. Если птичка погибнет, максимум, что удастся получить от производителя, письменное извинение. Жизнь никто не вернет. Очень хорошим признаком покупного корма является вакуумная упаковка. В такой упаковке корм максимально сохраняет приятный запах и вкус зерен. Если в корме уже идут орехи и семечки подсолуха, не давайте эти индиеты отдельно. Также многие продвинутые производители делают упаковки с зип-замком. Для удобства использования и, как правило, такой упаковки хорошо сохраняется аромат. Давать зерно-смесь лучше всего вечером. Это обусловлено жизненным циклом неразлучников. Как правило, самый голодный час у этих птиц после пробуждения. Если насыпать корм днем, то, как правило, к утру уже ничего не остается. Птички нервничают и паникуют. Взрослых птиц кормят один раз в день. Кормящих самок лучше всего кормить дважды в день, разделив порцию на два приема. Отдельно стоит поговорить о норме или о порциях. Как правило, на пару неразлучников уходит порядка трех столовых ложек. Но не всегда. Так как молодые неразлучники едят больше. Растущий организм. Взрослые меньше. Еще самка птички может быть мельче или наоборот больше стандартных размеров своих сородичей. Проще говоря, норму точно определить сложно и лучше всего наблюдать за тем, как интенсивно корм поедается и в каком количестве. Еще бывает так, что корм поедается только с верхней части кормушки, оставляя шелуху над остальной частью корма. Птичка ленится ковыряться в шелухе, чтобы достать оставшийся корм. Проявляя таким образом свой характер. Или выбирает из смеси только какой-то один вид дерен. В таком случае, покупая очередной раз зерновую смесь, проследите, чтобы неполюбившиеся зерна отсутствовали в корме или их не было вовсе. У каждого неразлучника свои предпочтения и бывает так, что неразлучник вообще отказывается от кормов для средних попугаев. Но при этом хорошо есть корма, предназначенная для волнистых попугаев или амадинов. Также стоит учесть, что если вы кормите на протяжении нескольких лет только каким-то одним видом кормов или кормовой смеси и вдруг решили перестать на другой, не стоит это делать резко. Есть вероятность нарваться на расстройство желудка. Переводить неразлучников на новый корм постепенно, добавляя в первичную смесь новую по 10%. То есть сегодня 10%, завтра 20%, потом 30% и так далее до 100%. Помните, что жизненно необходимыми зернами являются проса. Любую смесь, которую решили приобрести, обязательно проверяйте на наличие проса. Его должно быть больше всего. А вот человеческую еду, какой бы вкусной она вам не казалась, давать неразлучникам нельзя. Бывает так, что птичка сама подлетает к вашей тарелке и пытается что-нибудь ухватить. Это совсем не значит, что организм птички требует что-то из вашей тарелки для своего здоровья. Ее мотивирует совсем другое. Как правило, это привлечение внимания и прочее. Также не стоит давать манго, папайя, хуруму, авокадо, морепродукт, сыры и подобное. Вообще, о том, что вредно для здоровья неразлучников, какие опасности подстерегают птичку в квартире или доме, мы разберем в других видео. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если это так, ставьте палец вверх. Всего вам самого доброго. И до новых встреч. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok